Всем привет ребята, с вами снова Хик, продолжаем мы с педрани ГТА Сан-Андрес, сегодня у нас в порядке очереди пустыня, она же дезерт, и единственное что здесь является сложным, так это скорее всего для многих будет именно авиашкола, мы собственно ее разберем, посмотрим как нужно делать так-сяк, буду благодарен за ваш лайк, если вы поддержите турник лайком, напишите комментарий, я очень рад, что вам нравится, подобная рубрика, очень много лайков собирает она, большое вам за это спасибо, а также если вы знаете как сделать лучше, как сделать быстрее, вы всегда можете написать об этом в комментариях, я все время это приветствую, никак негативно на это реагировать не буду, наоборот, только улучшение, только помощь другим будущим спидрайнерам например, все, приятного вам просмотра Первая миссия, монстр, в дезерте вообще на самом деле очень мало миссий, и они все до чертиков легкие, я говорил уже в начале, что возможно только с летной школы у вас будут какие-то проблемы Монстр, так и называется, первая миссия, мы едем на монстре, собираем маркеры, едем по красным маркерам, избегая все камни, которые у вас будут под колесами То есть опять же, есть такие, некоторые нюансы в этой миссии, в том, что вроде бы она легкая на первый взгляд, но можно легко перевернуться, можно, например, в дождливую погоду вот здесь вот не забраться Вообще нифига, так что пытайтесь дожить вообще любую погоду с помощью сохранений, то есть тем более дождь, дождь это вообще неприятно, тем более на этой миссии вы можете не забраться Такое бывало и не раз Все, что нам здесь нужно сделать, двигаться по красным маркерам и вот в этой вот, в этом вот поселении заброшенном взять самонаведящуюся ракетницу Это нам нужно будет на следующей миссии, старайтесь это быстренько взять, потому что у вас есть всего 10 секунд для того, чтобы обратно вернуться в монстр И после того, как мы взяли, продолжаем двигаться по красным меткам Опять же, обратите внимание, что я еще иногда подыгрываю именно с задними колесами, то есть поворачиваю ими Монстр вообще на самом деле уникальный такой вид транспорта, который может управлять еще с задними колесами То есть вы как-то более плавно, более быстро входите в повороты Я иногда это юзаю, но опять же, вот видите мою клавиатуру, что я нажимаю, как я еду, куда двигаюсь В общем, с этой миссией никаких проблем возить не должно Здесь есть опять же титулный лист такой, вы первый можете приехать, можете приехать последний и так далее Ну, последним очень сложно приехать, потому что тайминги уго-го какие Вот, особенно здесь вот очень много камней и очень много вообще текстур, видите, они кривые И вообще легко-легко вы можете перевернуться на монстре, так что соблюдайте скоростной режим И старайтесь просто ездить по более ровным поверхностям Опять же, если вы можете выруливать из различных ситуаций, вы можете, в принципе, так же, как и я двигаться Здесь меня занесло не по-детски Типа тупо дрифт Но я как-то вышел из этой ситуации 4.13 Мое время на первой миссии Монстр, это очевидно, что первое место Вот, смотрите, 6 минут, ну лол, я не думаю, что вы будете ездить 6 минут Можно занять первое место, можно занять финал Второе место, третье место я не занимал, сказать не могу Пройдете вы или нет И миссия пройдена, как ни странно 5000 минут за это получаем Следующая миссия, хайджек Я запрыгиваю на этот колышек Для того, чтобы сбить анимацию Звонка, как такового Вот сейчас у вас был телефонный звоночек И только после того, как вы его скинули С помощью клавиши F Проигрывается анимация Как CJ кладет трубку Но я можно скипнуть с помощью вот этого Вот, что я сейчас только что сделал Хайджек Миссия с буферингом То есть здесь мы тоже будем использовать буферинг Сейчас я вам покажу, что это такое Сначала добираемся до того самого грузовика Которого нам нужно захватить И доставить в наш гараж Так скажем Бизнес Карла Джонсона Просто едем прямой До самого грузовика Прямиком И здесь такой момент Тут вообще просто нужно Если бы проходить казуально Здесь нужно просто рядом с дверью держаться Но мы этого делать, разумеется, не будем Потому что мы знаем, что такое буферизация Мы с вами спидранеры И как только Цезарь встает на корточке Мы сжимаем Escape Тупо жмякаем Escape До того самого момента Пока не произойдет скрипт Вот он только что произошел Просто едем наперед Мы знаем, что там уже работает скрипт Цезарь пытается выбить водителя грузовика Вот где-то примерно здесь остановится Опять же, да, буферизация происходит с помощью Зажатого Escape Зажали Escape Происхода буферизация Цезарь на картах Как только у него анимация проигрывается Когда он на картах Только тогда мы ее и юзаем Зажимаем Escape Тупо И все Как бы скрипты One Love Это GTA San Andreas Привыкайте к этому Такое еще будет Все, загоняем грузовичок в наш гараж Миссия пройдена Так вот все просто Так Next Mission Это вообще по сути кассцены всего лишь А нет, вру Вру Вру, вру, вру Вру, вру, вру Это еще не кассцена Так, здесь нам нужно взять Energy Он есть в порту Это вообще Energy С миссией Поэтому ничего страшного Если сейчас она примется Нужно собирать эти контрольные точки Но нам плевать Мы не за этим сюда пришли Мы пришли только за байком Миссия будет провалена Но это ничего страшного Это никак не повлияет на ваш будущий геймплей Это всего лишь дополнительная миссия Которая проходить не обязательно Время вышло У нас есть байк Все отлично, замечательно Передвигаемся с помощью Дорожных путей Самый прямой маршрут Вообще до Поселения Тарина Поселения Вообще этого собняка Странное вообще сооружение Очень странное Так И собственно Обращать внимание на спавн То есть куда я ставлю свой байк Он может сзади спавниться Если вы не туда поставите Очень важный момент Неприятненько будет Придется добираться на Четырехколесном транспорте На машине Которая вот только что нам Тарина дала Вот она справа находится Но у нас есть байк Гораздо Быстрее Мы этот момент пройдем Вот Ускоряемся Офкорс Сейчас в принципе Это будет миссия Для чего собственно Мы и взяли Самонавидящуюся Ракетницу Просто так будет легче Поверьте мне Добираемся до Мертвой деревни Я так называю Найс флип Добираемся И игра нас просит взять Гранатомет Но мы игнорируем Игру Мы садимся на байк И просто заранее знаем Куда она нас потом Заставит ехать В горы Она нас заставит ехать Мы спокойненько добираем Сюда 1 энерджи У нас есть уже базука Мы потом кстати К этой базуке вернемся Которая нам предложила Взять игра Но Пока нам это не нужно У нас есть 10 зарядов Самонаводяжки И этого вполне достаточно Для того чтобы уничтожить Будущие вертолеты Которые сейчас будут здесь летать И пытаться захватить наш груз Спокойно наводимся Уничтожаем Первого Как только загорается Красненькая Вы сами прекрасно знаете Как это работает Второй Тут есть броня Есть Парашют Тут важно на самом деле взять АК-47 АК-47 выпадает Именно с тех людей Которые Стоят вот как раз таки Вот на этих самых вертолетов Уничтожаем 2 цели Уже 4 вертолета Минус Прилетает 5 вертолет Мы просто заранее Пускаем в него ракетница Как только Красненькая Все Будьте уверены что Вертолет уже умрет Ну самонаводящиеся ракеты Не особо И ничего не того Берем Гранатомет Обычный уже на этот раз Потому что нет уже резона От одного патрона Самонаводящегося Взяли Ракетницу обычную Берем Энерджи Аккуратненько здесь Спрыгиваем Тут Хайзенберг На своем трейлере Едет варить мет Кстати сейчас возвращаемся К тому самому Первому гранатомету Вообще гранатомет нам понадобится 60 штук у нас его будет Это для еще До Лас Вентураса Нужно будет его сохранить Вот теперь то его можно взять У нас 60 ракетниц Очень хорошо Мы спокойно на Энерджи Доезжаем до Контрабанды Которую нам нужно захватить Захватить? Взять Да Обычная сумочка черненькая Вот Еще один важный момент Что сейчас В заброшенном аэропорту Нам нужно будет взять Бронежилет Он находится В одном из заброшенных Самолетов Где-то примерно Вот здесь Просто на байке заезжаем Спокойненько его берем Не напряг так скажем У меня не получается его взять Jesus Christ Окей И движемся к контрабанде В общем-то Ничего сложного там нет Вот она даже до сих пор Еще падает То есть Это Доказывает Что мы очень быстрые Если вы будете медленным То контрабанды Уже будут лежать здесь Мы просто заранее Знаем где она упадет И встаем на то место Все Взяли контрабанду Спокойненько Увозим ее В убежище Турина Не совсем в особняк Но вы поняли куда В деревню Эту же скрытую Мертвая деревня Двигаемся по дорожке Не напрягаясь И Здесь Нужно загнать Энерджи в гараж Но на самом деле Это не обязательно делать Просто можно рядом с ним быть Вот как я сейчас Шорку Видите Стену И при этом Я как будто бы в гараже Игра засчитывает Просто там слишком Видимо большой маркер Вообще И все прекрасно Миссия пройдена Следующая миссия Всего лишь Кассцена Нам нужно добраться До особняка Торлина Где он нам скажет Что нужно Купить Взлетную полосу Заброшенную Так или иначе И там-то уже И начинается Своеобразный ад Для многих Казуальных ребят Так скажем Стоим на маркер Кассцена Все Следующая миссия Нужно купить Заброшенный аэропорт Также по этому же пути Добираемся до него Тоже опять же Обратите внимание на маршруты Я стараюсь выбирать По факту Те дороги Где нет вообще Никаких автомобилей Очень хорошо Здесь я падаю Энерджи не очень Хорошо ездит По пустыне Здесь будет сейчас Джамбай Спрыгиваю С байка И просто клацаю Тап Для того чтобы Не останавливаться И считайте в полете Я купил Эту недвижимость Все Наконец-то Флайинг Летная школа Первые две Первые два задания Так скажем Они не особо Это и тяжелые Просто нужно поднять Воздух в самолет Убрать шасси И двигаться по этим точкам То есть без поворотов Вы просто можете даже Клавиши не нажимать Поворотов Вообще Просто двигаться прямо Не отпуская Клавишу W То же самое Выпускаем шасси И здесь важно просто Приземлиться Можно даже До маркера Нифига не плестись Как старая кляча Можно просто на Взлетной полосе Посадить его И все Здесь уже Посложнее Здесь нужно Во-первых Поднять самолет в воздух И начинать управлять Уже под дополнительными Клавишами Обратите внимание Что я это делаю С помощью стрелок То есть Я в управлении Транспортом И вообще Летным транспортом Я полностью все отключил Управление у меня Полностью там отключено То есть управление мышкой Самолетом Машиной У меня там все отключено И я пользуюсь стрелочками Прислушайтесь все-таки К этому совету И вам тоже советую Пользоваться только стрелочками Это намного удобнее Чем пользоваться мышкой Типа там На себя Мышку От себя Короче Не то совсем Так вот Мы прошли Всего лишь круг Четвертое Получается Четвертое задание В летной школе Это нам нужно Как бы И поднять Самолет в воздух И также его приземлить Вот сейчас вот Нам нужно будет Это сделать Вот я уже проехал Пол круга Уже завершение И я просто В любом месте Также Паркую самолет Главное Что я это делаю На взлетной полосе А мне Допытные очки Не нужны Потому что Здесь главное Просто медаль Какую-то получить Не обязательно Это золото Это все-таки Спидран И незачем Гнаться за золотом Взлет с самолета Поднимаем Самолет в воздух И Просто Я не знаю Как это объяснить Но Мы впереди игры Мы знаем Что вот именно Здесь появится маркер Видели Как я вначале Взлетал Задом Просто Не двигая Кнопки управления Никакие Абсолютно Так Здесь просто Тоже его нужно Приземлить Также Просто на взлетной полосе Спокойненько Его паркуем И Ничего Далее делать Не нужно Все Просто медальки получаем Не важно какие Абсолютно Вот Здесь уже Интересненько Уничтожить Три грузовика Скорее всего У большинства Именно эта миссия Именно это задание Было проблемным Но очень просто Можно переключить вид У вас появляется Такой Прицел Как от гранатомета Можно просто Поливать Главное Спамить кнопку Альт То есть Ракетница Главное ее спамить Здесь у меня немножко Ничего не получилось Но я просто Уже на опыте Подлетаю к нему И просто Контрол То есть Пулеметом обычным Уничтожаю этот Грузовик Тупо добивая его Здесь также Две цели Они двигаются Но поймите Что пулемет На этом самолете То есть С помощью контрол Да мы его зажимаем Стреляем из него Он самонаводящийся То есть Если он видит цель Он сам в нее целится Вам не нужно Прям подстраиваться То есть Самонаводяжка Пулемет сам Находит цель И уничтожает их Просто После того как уничтожили Садимся Обратно В взлетную полос Кайф Мертвая петля Вот эти вообще Два оставшихся задания Самые легкие Даже три Потому что там еще В конце полется Парашюта надо будет Метка Вам тут сами все говорят Теперь нажмите ПКМ Ну то есть Стрелочку вниз Для того чтобы взять Мертвую петлю Вообще изи Бочка То же самое Вы просто держите W И все Вам не нужно Туда и сюда и крутиться Вертеться Только после Исполнения маневра Вам нужно выровнять самолет Это единственное Что вам нужно сделать А по факту У вас и так он уже в воздухе Вам не нужно Никуда до Наклавиши нажимать Там влево Вправо Или что еще Просто Нажимаете W И он летит по прямой И только когда Вас игра просит Сделать маневр Вы его выполняете И только после него Его выравниваете Самолет Все очень просто Ну С парашютом Мне кажется Каждый уже прыгал И нет сложности В том чтобы попасть Просто на самом деле Можно не стараться Попасть на середину Главное На красную метку Все Вот Простая вообще На самом деле Летная школа Это было последнее Кстати задание Летной школы Изи Пройдено Следующая миссия Новая Вот тут Придется уже Попотеть Постараться Потому что Навыки пилотирования Вот здесь В этой миссии Они прям На максимум Должны у вас Проявляться Так как Здесь Во первых И нужно Уметь держать высоту Одну Потому что Если вы вдруг Выше будете Вас сразу же Ну миссия будет провалена В общем будет неудобно Вот здесь надо на самом деле Потренироваться То есть Научитесь летать Если вы не научитесь Летать на самолетах Ну вы С трудом будете Проходить эту миссию Каждый ваш ран Это будет чисто пот На этой миссии Хотя по факту Здесь вообще ничего сложного нет Всего лишь нужно Ощущать Под вами Землю Вот например Смотрите Тут гора И все равно Это считается Как земля То есть По факту Я И не отрываюсь Особо далеко Вот А тут просто Летишь по прямой Соблюдаешь Высоту Ну я говорю Да Тут уже будет посложнее Потому что нужно Маневристым быть Нужно Вот разворачиваться Очень все сложно Да На первый взгляд Кажется Ну блин Я более чем уверен Что большинство из вас Играло в сам Так или иначе Там налетались На самолетах Вертолетах Научились И вообще В одиночке Это потом Очень даже пригодится Ну если вдруг Вы решили заняться Спидраном То же самое Развернулись По тому же Самому пути Абсолютно Тоже самый путь Видимость у меня Вообще практически Видите Даже не прибавляется Только на чуть-чуть Потому что Просто соблюдаем И все Все Паркуем самолетик Здесь я немножко Сфейлил Обратите внимание Я не на Взветном полосе Назад И только тогда Торина говорит Что я молодец И 15 тысяч На руке Последняя миссия Stoneway Я специально Эту миссию Замедлю Потому что Здесь Весьма Важно Рассказать Как все работает Во-первых Как только вы начинаете Нужно ускоряться На байке Это делается с помощью клавиши-мыши Мы ускоряемся Залетаем вовнутрь Здесь Важно Сделать слайд С калашом Вот такое вот Объезжать бочки И важно сделать контрольный выстрел Прям точный выстрел В голову Если вы начнете его просто решетить С калаша Вы взорветесь Здесь важно Не взорваться Берем парашют Разумеется Мы выбиваем для того Чтобы взять парашют И возвращаемся Понимаете Принцип миссии такой Что если вы здесь Начнете стрелять Все взорвется Но можно под конец этой миссии Зарашить Вот эту вот Текстурочку маленькую Да То есть этот подъемник И тем самым Создастся взрыв Но вы уже в это время Выпадете То есть по факту Вы уже все завершили В этой миссии То есть вы взорвали самолет Вы вылетели И все хорошо То есть тут можно открывать Уже огонь Не тратив при этом Эксплозив А то у нас игра просит Положительный эксплозив Для того чтобы зарвать Потом с помощью Кнопочки Да Но нет Можно просто на краешку Потренируйтесь На самом деле Потренируйтесь Очень интересная миссия Очень быстро проходится А на этом у меня все Вот такой вот Коротенький сегмент У меня получился Из пустыни Всем благодарен за просмотр Спасибо за лайки Спасибо за комментарии Дальше нас ждет Лас Вентурас Уже Мы близимся к финалочке Всем спасибо за просмотр И до следующих серий Ла Субтитры сделал DimaTorzok